Здравствуйте, меня зовут Амосов Алексей, я ученик одиннадцатого класса Палфагинской СОЖ. И тема нашей работы – разработки и применение мобильного обучающего приложения. В настоящее время в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции нарастает популярность дистанционного обучения. Мы считаем, что дистанционное обучение дисциплины информатики ГИБДД будет наиболее результативным, если ее сопровождение осуществляется с помощью разработанного нами мобильного обучающего приложения. И для разработки нашего мобильного приложения мы сначала должны были выбрать наиболее популярные операционные системы. И для этого мы организовали опрос выбора операционной системы с помощью Google Forms среди учеников Балфагинской СОЖ. Результаты опроса вы видите на экране. Из диаграммы видно, что наиболее популярной операционной системой среди учеников СОЖ является Android. Так мы выбрали будущие платформы для разработки нашего приложения. Android-приложения разрабатываются на языке Java. Что описать программы на Java, нужно установить специальный комплект средств. Среди разработки мы будем создавать программы и получать на выходе готовые приложения. Для выбора среди разработки мобильного приложения были рассмотрены несколько предполагаемых средств, таких как Android Studio и Class Visual Studio. Из предисленных средств разработки мы остановились на Android Studio. Подробные инструкции по разработке приложения можете увидеть внизу в описании под видео. Перед неделением мобильное приложение с ДАМГИА провели тестирование для учеников 9 класса по заданиям ОГИА в дисциплине информатика. Тест состоял из 15 вопросов. Исследование проходило две недели, в течение которой ученики контрольной группы изучали домашнее задание традиционное. А экспериментальная группа дополнительно занималась по разработанным приложениям в своих мобильных устройствах. В течение двух недель подготовки мы сделали повторное тестирование. Результаты первого и второго тестирования мы зафиксировали в диаграммах 1 и 2. А для того, чтобы анализировать эффективность обучения нашего приложения, мы сравнили результаты тестирования между собой в диаграмме. Из данной диаграммы видно, что в экспериментальной группе процентов получено знание больше на 12,8% чем в контрольной группе. Таким образом, мы доказали, что результативность экспериментальной группы, которой было проверено наше приложение, более высокая, чем в контрольной группе. В будущем наше приложение поможет и другим ученикам в подготовке к ИАКИ ОГИ. Спасибо за внимание. Продолжение следует...